Всех приветствую! С вами Борис Лобода. Я представлю обзор самодельного барабанно-шлифовального станка, над которым сейчас работаю. Основная задача, которая оставилась, это шлифовка плоских поверхностей. То есть это шлифовка реек после пиления чернового, шлифовка каких-то небольших щитов после склейки. Но я занимаюсь в основном мелкой столяркой. И мне чаще всего приходится иметь дело с рейками вот такого рода. То есть это где-то в районе 5 сантиметров. Более мелкие, то есть различные коробки, рамки. Ну там максимум стульчики или полки какие-то. Основная задача это все-таки обработка мелких реек. То есть их и шлифовка, и в принципе выведение по толщине. Потому что рейсмуса и фуганка у меня, например, нет. То есть эту задачу нужно как-то решать. Рассмотрим общую схему станка. У нас есть вращающийся барабан с наждачной лентой. Привод осуществляется от двигателя через ременную передачу. И у нас установлен качающийся такой столик для подачи заготовки. Одна сторона у столика подвешена на петлях. Вторая поднимается вверх-вниз с помощью резьбовой шпильки. И таким образом у нас регулируется зазор при обработке. Подача заготовки осуществляется по столику. Перейдем теперь к более подробному рассмотрению конструкции. Рассмотрение начнем с основного рабочего агрегата барабана. Он у нас установлен на валу 12 мм. На двух опорах. Подшипники установлены в дубовых кронштейнах. Длина барабана 300 мм. Диаметр 75 мм. Справа установлен шкиф для ремня. От которого осуществляется привод. Барабан выполнен из дерева. В данном случае выточен из яблони. По длине использовались 3 фрагмента. Просто чтобы легко было сверлить внутри. Я взял просто 3 заготовки. Около 10 сантиметров. Отдельных обтачивал, склеил. Потом окончательную доводку барабана доводил в готовом виде. С боков барабана вклеены еще 2 бобышки из фанеры 10 мм. Чтобы усилить торцы. В торцах осуществляется крепление ленты. Поэтому в данном случае торцы должны быть более прочными, чем основной барабан. Лента заводится в паз и фиксируется шурупом. Привод осуществляется от асинхронного двигателя. В данном случае мощность у него 400 Вт. До 3000 оборотов. 2800 по моему. Соотношение шкивол примерно 1 к 1. То есть на барабане мы получаем около 3000 оборотов. Питание осуществляется от сети 220 В. Установлен конденсатор на 30 мкФ. Но в принципе мало. То есть двигатель не всегда устойчиво стартует. Нужно либо немножко увеличивать, либо ставить пусковой конденсатор. Опять же электрическая часть еще нуждается в доработке. Выключатель нужно поставить. Хочу также вывести тут сразу розетку для пылесоса. Потому что станок пыльный сам по себе. Ему нужна обязательно система для забора пыли. Она тут установлена. Будет очень удобно, когда пылесос с циклоном будет включаться одним выключателем вместе со станком. Поворотный столик подвешен на двух петлях. Вот тут мы можем видеть как меняется зазор, если столик двигается. В данном случае у меня петли установлены в передней части станка, откуда ведется подача заготовки. Регулировка зазора осуществляется резьбовой шпилькой. Система пылеудаления. Очень важный компонент для подобного типа станков. Потому что он пыльный. По принципу своей работы. Барабан у нас закрыт кожухом. Спереди и сзади установлены такие плоскости. Сверху закрывается крышкой с отводящим патрубком. Здесь мы надеваем гибкий шланг, который идет к циклону и дальше к пылесосу. Работа над станком продолжается. Еще есть много мыслей по различным доводкам, доработкам. В частности, на днях недавно приобрел опоры. Подвал как раз свой. Уже после того, как все было собрано фактически. Механизм подъема столика тоже надо очевидно дорабатывать. Тут у меня столик просто свободно опирается на шпильку. При работе от вибрации тарактит. У него есть и вес свой. Плюс прижим заготовки. Ничего страшного не происходит. Аккумулятор в основной камере сел. И мы переходим к запасному варианту. На барабан устанавливается лента шириной 50 мм. Длина порядка метр семьдесят, метр восемьдесят. Я приобретаю рулонную ленту длиной около двух метров. Потом остаток обрезаю. Вот это уже прошедшее первое испытание. Шестидесятка у нас. Уже менял. Сейчас поставил сороковую. Она тут с честью прошла первое испытание. Где-то порвалась, где-то подгорела. Тяжелая у нее жизнь была. Сороковка пока держится. Ну и тут сама рама нуждается в усилении. То есть мы видим, что узел крепления барабана и двигатель находятся на прогибающихся балках. То есть тут явно просится средняя стойка что ли. И возможно подкосами сделать такую ферменную конструкцию что ли. Но я пока с этим не спешу. Потому что как бы у меня тут остается свобода выбора еще. То есть я могу двигать вал, менять расположение двигателя. Пока ничего не мешает. То есть пока идет как бы увязка общей компоновочной схемы. Основные габаритные размеры у нас получились. Длина 70 сантиметров без выступа столика. Если по раме говорить. Сирина 50 сантиметров. Высота 50 сантиметров. Для базирования заготовки. Длина на входе около 50 сантиметров. То есть от начала столика до центра барабана. И выход у нас 35 сантиметров. Где-то там база получается. Попробуем станок в работе. Для начала сосна порядка 6 сантиметров. Яблони около 6 сантиметров. Яблоня около золотой марекции. Ну и клинический случай. У меня тут клеится щит на разделочную доску. Порядка 20 сантиметров ширина. Он уже, конечно, проходил не одну шлифовку. Третья склейка уже идет. Нам нужно подготовить его под четвертую. Ширина получается 215 миллиметров. Высота 43. Подровняем верх и низ у щита. Перед финальной порезкой торцов. Редактор субтитров наук. Продолжение следует... Продолжение следует... Здоровья, удачи и творческих успехов всем!